Но, мне кажется, Сокрон, он действительно себя уверенно чувствует, когда он может предоставить на любой дистанции что-то уметь предоставить против противника. То есть, вот, допустим, мне кажется, Китана, он тоже Китана не сможет полноценно раскрыться, потому что у Китаны проблема игры на РНЖ. То есть, да, у нее есть веера, вот у нее зоне, она составляет подходить, а что делать, когда мне надо поспесить против чувака, который... Китана, у которого есть серия в полэкрана, вот, это кажется, да, вот, Сокрон, и тем не менее, Сокрон верит в нее, смотри-ка, он выбирает Китану, сейчас в вариации, да, посмотрите, Сокрон, да, кстати, что интересно, почему именно Китану, потом, смотрите, что Гарина, это играет на Demolition, все-таки он... Да, вот, видимо, Сокронова ставка была на то, что Гарри Найтмар очень любит апперкотить красапы, ну, то есть, когда вы делаете красап, он делает апперкот, таким образом, он вас ошибает, а у Китаны есть флот, который позволяет это дело не сапить. Ну, то есть, уже так просто не получится у Гарри Найтмар его антиэрить на перепрыжках. Ну, посмотрим, чем вот все закончится. Пока что мы видим, что не все так хорошо работает. Мне нравится, что Найтмар показывает действительно пока очень спокойную, несвойственную совершенно для него игру, да, и просто вливает все гранаты, делает, да, делает комбу, нокдаун, перезарядка, и Сокрон сейчас определенно проигрывает весь этот... Весь этот размен, да, и в этот раз попытка Найтмар сэрить работает удачно. И вот сейчас у Сокрона появляется шанс, конечно, не такой большой, но тем не менее. Сейчас будет, будет ли, будет ли Миксап он делать, да? Да, это Икс Рей! Сегодня какой-то прям этот, Икс Рейный турнир, потому что уже вот второй бой, да, и мы видим уже Икс Рей от двух участников. Да, но если Котл Кана это был просто глупый тратометр, то у Китана Икс Рей является очень хорошим оружием для Миксапа. Ну, я не могу согласиться с тобой, опять же, первый... Помнишь, как он первую игру взял, там вот прям очень четко прочитанный был Фаербол, наказал на реакцию, просто... А потом второй Икс Рей был дерьмо. Не-не, естественно, и всё зависит от ситуации, я не говорю, что он всегда делал, да, плохие решения, ну, просто вот, я говорю, что у Китаны действительно это такой Миксап Тул, который, в общем-то... Ну, Сокрон, Сокрон знал, на что рассчитывал, к тому, что Гарри попадал там, я бы сказал, безвыходное положение, даже если бы Сокрон... Если бы Гарри всё умудрился заплочить, весь этот Миксап, то он бы всё равно умер от чип-дэмэджа, потому что было слишком мало здоровья. И, тем временем, вот посмотрите, при всём при том, что Сокрон первый раунд взял, насколько он неуверенно чувствует себя против Demolition, и мне очень нравится, как спокойно играет Найтер, посмотрите, он совершенно... Да, он никуда не торопится, он просто ждёт ошибки от Сокрона, и в то же время кидает гранату, когда тот прыгает. И это работает. Как мы видим, сейчас Гарри Найтмар очень успешно. Получается, теперь все попытки прыгнуть от Сокрона. Нет, сейчас мы... Сейчас на данный момент мы видим, что Найтмар уже практически стоит на коленях, половину здоровья потерял, пытается перезарядить гранаты, нет, не сможет он это сделать. Это главная проблема Demolition, если она не смогла засетапить перезарядку в своей комбе с нокдауном, то вот она будет терять треть пица. Да, и Сокром сейчас очень осмотрительно не подходит к Соне, потому что за две гранаты у неё есть отличный вейкап, который там буквально два кадра, да, занимается, если не ошибаюсь, стартапа. И при этом очень... В общем-то, достаточно много здоровья снимает, отбрасывает противника на полскрин. Так, я... Посмотрю, может... Попытается поменять так, и... Нет, Найтмар продолжает играть на Demolition. Возможно... Найтмар... Возможно, Найтмар что-то понял. Возможно. То есть он прощупал Сокрона, да, и сейчас попытается... Я имею в виду конкретно насчёт своего персонажа, что вот зачем Cover Tops, когда есть Demolition, который во всём лучше. А так, мне кажется, он всё делал правильно, ну, кроме каких-то... Были миссриды с его стороны, но если он будет... Да, но в целом всё не так плохо. Да, если он будет так продолжать... Правда, если он будет так продолжать летать на прыжках Сокрона, да, понятное дело, ни к чему он не придёт. Так, будет... Да, это был не Hard Knock Down Setup, но достаточно большой плюс для того, чтобы перезарядиться сейфово. Ещё раз перезаряжается, потому что две гранаты выкинул. Просто так, Сокрона на это не реагирует. Ой-ой-ой, не наказывает Dive Kick в блок, конечно, такие вещи нужно. Не прощать Sony, и очень плохой реверсал. И... Гарри Найтмар отвратительно панишет... Отвратительно панишет тем, что не панишет вообще. Реверсал там минус 20, и... Ну, смотри, тут такое ощущение, что игроки просто разменялись любезностями, да, Dive Kick, Сокрон не наказал, и тут же сделал реверсал, который можно было наказать Sony, но Гарри Найтмар тоже его пожалел. И дропы комбу Сокрон, это может сейчас стать очень критичным для него. Да, Sony меняется местами с китаной. Очень много чип-демиджа у нас от Sony, и... Нужно сейчас с Сокроном выбираться, Dive Layer, в общем-то, спасает ситуацию. Почему бы и нет. Раунд 2. Пойте! Хорошая читка выстрела, и сейчас Сокрон уверенно, хотел сказать, наделывает комбу, но нет, он ее дропает. Зато Sony оказалась в углу, и теперь, в общем-то, у Найтмара будут большие проблемы. Казалось бы, но бросок спасает. Мне кажется, Найтмар, в принципе, достаточно непривычно ему чувствовать ситуацию, когда ему нужно больше играть от защиты, как он сейчас пытается играть. У него, там, я не знаю, один раз получается, и три раза нет, соответственно. Плохой конфирмат Сокрона в итоге получает, вливает Найтмар все гранаты в него просто. И, вот, опять-таки, удачная попытка по зоне заканчивается тем, что Найтмар зачем он делает эту серию, когда у тебя есть гранаты, не очень понятно. Все пытается все выкидывать, что только можно, и все еще может взять раунд. Нет, все-таки Найтмар не даст взять раунд Сокрона, не так просто, скажем так. Демонстрирует свои зубки, и отличное чтение от Сокрона сейчас, Найтмар просто зря прыгнул. Если вы играете против Китаны, то прыгать крайне не рекомендуется. Ну, по крайней мере, на таких расстояниях. Не понимаешь, что эта проблема вся в том, что, мне кажется, мне кажется, Сокрон прежде всего рассчитывал на пик Кролл Шторм, потому что Китана очень хорошо ограничивает противника и воздушные опции противника. А Демолишин не нужно на это рассчитывать, она может просто кидать гранаты. И, как видите, Зонин Сокрону не очень помогает. Другое дело, что помогает не очень хорошее решение от Кори Найтмара. И главное, чтобы он сейчас сконфернил кому, он сможет сделать более-менее какой-то дэмэдж. И тут, главное, не наесться слишком много вееров. Ой, как неудачно, да, попадает гранат в Китану. Сейчас могла бы игра уже закончиться, и вот... Да, ну как так? Как так-то? Отлетает голова у Сони. Да, очень уверенная игра. Пытаешься там, пытаешься собаку там усмирить, или... Да если бы. Или супругу свою, я не знаю. Так, немного отвлеклись мы. 2-0 в пользу Сокрона. Казалось бы, такой вот... Такая ситуация, когда Сокрон сам себя контрпикнул, но Найтмар пока не до конца реализует свои возможности. В частности, не все в порядке у него с конфирмом. Где-то он дропает, где-то он не так... Где-то он не дочитывает. И уж очень... Люди боятся антереть Китану после того, как отъели один флоут. Я считаю, что это в принципе... Ты должен снять... Ковертопс, да, вернулся у нас? Нет, 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 нет. Показалось, он остался на Демалижи, ничего... Ничего не меняет. Ну что ж, может быть, Ковертопс действительно был бы больше шансов, но... Посмотрим, что... Вот, да, отлично, Реверсал Сокрон читается все, как нужно... Все, что делает Гарри Найтмар. Нет, мне кажется, ты не прав. Я к тому, что... Найтмар, если бы сейчас Ковертоп взял, он бы окончательно себя похоронил. Это то, на что Сокрон прежде всего рассчитывал, пикая Ролл Шторм. Ну, тут смотри, есть контрпик чаров, да, есть уверенность в своем чаре, то есть... Ну да, я... Если бы Гарри изначально мейнил бы Демолишн, то да, действительно, постоянно был бы шанс. А здесь, как бы, помню с вами, что Гарри Найтмар начинался с Ковертопса, и, в общем-то... Ну вот, обсудим это после матча, да, сейчас слишком интересные моменты идут. И снова, да, снова Сокрон бейдит вот этот вот... Напрыжку. Гарри Найтмар не смог ничего сделать против флота. И надо, надо, надо конфермить сейчас урон. Не стоит забывать, что у Сокрона три бара, он может просто сейчас все выкинуть в Найтмар и выиграть. Да, он подбегает, делает бросок и... Ох! Техники Арзу демонстрирует. Подбежал бросок, нет, это, конечно, должен быть паниш, и Гарри Найтмар с этим справляется очень успешно. Перезарядка. И сейчас Соня очень опасная, потому что есть три гранаты, сможет ли засетапить еще три, как Скар в свое время там с шестью гранатами делал комбу. Нет, все-таки попроще выбирает вариант. Найтмар, 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 да, Найтмар делает варианты проще, тем более, что у него даже пока с этими вариантами проблемы. Сокрон знает, что у него еще целый раунд впереди, поэтому достаточно ведет агрессивную игру, но он не угадывает оверхед и... Так, пытается выпрыгнуть, еще раз пытается выпрыгнуть, нет, по-моему, ловит граната Соню. Соня на граната ловит... Китану. Китану. Да, вот он флот, но он не работает против Сони Демолишн, потому что она может просто кинуть вверх гранат и взорвать ее. И тут уже, конечно, у Сокрона могут оказаться серьезные неприятности. Ну, по ходу вот игры сейчас смотрим, что опять Найтмар очень удачно трейдится, для себя он потерял уже практически 30% здоровья в попытках рандомного этого трейда, когда очень хочешь сделать, очень хочешь поймать попытку Китану, Китаны зонить, но у тебя ничего не получается. И в итоге, вот, как мы видим, 50% здоровья Найтмар, Найтмар очень хочет найти способ перезарядить гранаты сейчас, очень. Да, он прям вот, видно, что желает это всеми чреслами своего тела. И вот он находит этот способ, но, к сожалению, приходится отдать часть жизни, возможно, даже до конца умереть. Сейчас посмотрим, что там предпримет Сокрона. Все, это, скорее всего, если сейчас, да, ничего не сделать, не напутает Сокрон, Сокрон ничего не путает, и 3-0 в пользу Сокрона коленом в нос добивает Гарри Найтмара. Да, в тот момент, когда Сокрон бейтил, он ждал с самого начала, он ждал эту перезарядку, и Найтмар не стерпел. То есть Найтмар действительно не знает совершенно, что делать, если у него закончились гранаты. Да, это несмотря на то, что, в принципе, Ковертопс-то достаточно хорошо контрит воздух, и, по идее, Китана должна себя чувствовать не очень уютно с этой вариацией Сони. Тем не менее. Не Ковертопс-то, имеешь в виду Демолишн? Ковертопс-то... Ой, да, да, Демолишн, конечно, извиняюсь, если договорился. Ковертопс-то, она просто, наоборот, она вся в воздухе, и если противник нормальный контрит воздух, как Китана, то... Продолжение следует...